добрый день друзья я рад вас приветствовать на канале релакс я игорь пономаренко автор канала релакс врач сегодня мы отправимся в очередное путешествие по игре дивизион 2 и откроем очередные секреты этой замечательной игры поскольку тема чрезвычайно важная подписывайтесь на канал и получайте те знания которые вам помогут комфортно справляться со всеми трудностями игры дивизион 2 итак мы продолжаем наше путешествие по игре дивизион 2 и мы сегодня находимся в нью-йорке для того чтобы осуществить вторую часть облавы и найти агента келса которая пропала по неизвестным нам причины давайте посмотрим итак облава часть 2 нам нужно найти два моста эта территория и нам дают первую подсказку вот она указана на карте это . крушение поезда туда мы и направимся билд специфический он не такой как у всех я думаю многим он понравится во первых основа билда это курьерский рюкзак вилонинца который позволяет нам раскрывать те моменты которые нам ну недоступны при обычных сборках поэтому у нас есть специализация механика которая раскрыта с помощью пулемета синий кран который нам дает повышение урона по целям которые отмечены импульсом вторая пушечка у нас тирана убийца и третий пистолет который нам дает обычно дополнительную батарейку когда нам нужно отхилиться это тюнинговый карта мы используем сборку в которой у нас две батарейки поскольку у меня прокачан и дрон боевик и турель штурмовик можно считать что в принципе они работают на трех батарейках потому что и там и там урон до 20 вот с таким арсеналом мы выйдем сейчас для того чтобы так два моста крушение поезда мы можем начать допустим отсюда вот с этой точки поставить вот так и потихонечку заняться стрелом музыка поскольку видите у меня идет медленный регион брони практически находясь на довольно хорошем расстоянии мы видеть потихонечку броня восстанавливается а мобики как дурачки вылазят на турель дрон в этой игре специально сделали более слабым для того чтобы игроки использовали его для отхила ну я его использую видео агрессивно поскольку в отхиле практически я не нуждаюсь идет медленный реген брони как я говорил идет броня за убийство и вот эта точка видите вот наконец пришли пришли и масса помощники так всегда с запозданием вот тогда когда не видно видите можно использовать как раз тирана убийцу который показывает вот мы обозначим мобика он там спрятался спокойно стреляем ему в голову видите ставим метки так все-таки урон в голову вещь замечательно так переходим на пулемет будем их сейчас всех отмечать меточка стоит турель уже откатилась и так продолжаем то есть повысив эргономичность на 15 мы увеличиваем скорость перезарядки точность стабильность в общем получаем больше нищиков чем допустим при отсутствии эргономичности это раз-два пулемет перезарядился так патронов нам хватит тут хоть хорошо никто сзади в спину не заходит что довольно комфортно помните первое прохождение первой части когда у нас буквально атаковали с двух сторон не там засели где-то не хотят вылазить но ничего страшного громче с подбросим добьем его спокойно 2 мобика осталось потом у них будет небольшой перерыв займем позицию повыше в принципе можно эту точку атаковать и с другой стороны ну раз может вот оказались мы спокойно расстреляем мобиков так все захват есть уже идут дополнительные подкрепления да там оттуда идет одинокий мобик выбежал так вот это уже подкрепление чем удобен пулемет что видите можно отметить все цели конечно не хватит не хватает ему немножко скорострельности как и всем пулеметом ну это сделано специально чтобы героический уровень сложности был более менее тяжелым для игроков и естественно он конечно тяжелый так где-то тут сзади уже кто-то к нам подобраться еще какой-то там мобик так все давайте пополним запас патронов так отметим мобиков так спрятался вот не хочет он проходить так а что гранаты ну пусть он там посидит мы пока с этими разберемся так еще тут один здесь урон распределен видите равномерно вот если этот билд смотреть 5 2 1 1 да 5 2 1 ну ну равномерно распределен на туриль на дрон и естественно на на оружие которое находится в нашем распоряжении не бойся малыш чего ты так напрягся да ищи дальше агент будем искать дальше осуществилась и первую операцию мы выполнили дальше у нас видите кэтрин стрит ну это ликвидация откроем доступ на склад обычно для того чтобы выполнить ликвидация здесь мы можем найти каких-то рандомов и это будет значительно быстрее потому что как бы мы не расхваливали одиночные прохождение всегда эффективнее проходить все таки в группе так где наши тут цели тут видите уже два агента есть так немножко неудобно медленные навыки ну в принципе здесь можно играть и без навыков можно играть и пистолетом при такой сборке ничего страшного в этом нет это тролль это тролль обычно он несет какие-то подарки но ведь это дробовики они меня не интересуют на данный момент жизни так и вот видите это рандомная группа собралась спокойно сейчас идет на эту ликвидацию так это место тут обычно точка в нью-йорке сделали такие ликвидации что приходится бегать там с улицы до улицы искать где-то же спрятались цели так это наши зелененькие тут обычно . вот вышла наконец банда небольшая задача не вообще да тотальный расстрел цели так смотрим что у нас бруклинский мост союзная контрольная точка ну вот видите такая у нас подобралась банда интересная что я думаю можно перемещаться на бруклинский мост так а вот и бруклинский мост ну вот тут можно подняться например наверх для чего ну для того чтобы установить турель она будет отсюда простреливать практически весь мост да и мы можем заняться такой стрельбой в тире если наши штурмовики штурмовики не перестреляют всех раньше чем мы пошлем туда дрон так пойдем поучаствуем в событиях а то скучновато как-то сидеть вверху на мосту агент ранен тяжело бронированный противник тяжело бронированный противник да противник по моему даже не выйдет приближается противник так где наши чем хороший пулемет один раз пометал потом все видны как мы подбор так и я никого не вижу так 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 откуда противник выходит где-то оттуда пометим всех и поставим турель может захвачен к сколько тут раз два три три злых мобика так так тень там прячутся где-то там переместимся на игрока это решено так это будем бегать долго и упорно моя турель так бежать надо дальше мы в принципе ничего тут сложного это обычная стандартная ликвидация толпа мобиков тут конечно стараемся на всех поставить метки цели нету так забираем турель и сейчас у нас будет наверно волчара на сколько я понимаю опять же кто хорош тут хорошо знает но и нью-йорк это обычно цель здесь проходит обычная ликвидация ставим на всех метки о давайте мы его как бы сосредоточим о полчара ко мне пришлось вот какой урон товарища так давай мы на него дрона напустим чтобы было чем парню заниматься то он статашки тут меня хочет как бы ну вот все волчара нету было его жалко чем-то героические волчара пока видите партнеры занимались стрелом пехоты мне пришлось убить волчару так достреливаем пехоту чем удобен механик вот мне он очень нравится из-за своего цели указателя что практически все мобики подсвечиваются не надо их искать где они там прячутся поэтому хотя на вкус на цвет товарищей нет но все таки я настоятельно рекомендую вот именно эту сборку для комфортной хорошей игры мало того что вы будете всех подсвечивать будет и всегда видеть так остался у нас один пёс барбос смотрим где он там тут рядом практически наверху тоже стандартная ликвидация никто особенно не напрягался да я об этом уже писал и говорил даже спуск который можно было бы сделать ну намного круче со планы были планы были какие песчаная буря поглотила нью-йорк мы идем вызываем через всю карту не взяли какой-то тренировочный комплекс и спускаясь ну как всегда сделали навороченного этого охотника не не вижу которого с первого раза не убьешь ну собственно говоря так было и в первом дивизионе когда люди просто писали кого вы сделали как его убить они говорили не у меня все хорошо все хорошо он и наверху зарез пулемета все задолбаем пулеметчика всем хорош дрон он отвлекает мобиков мобиков так убили мы убили мы этого волчару или какого а по там 3 был я уже забыл 5 агент погиб агент погибнут а мы все живем за зачистка улиц по одному уроду за раз полоток шериф о временное в беженстве все это или трите ликвидация или уже наверно финал и 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 на где у нас временное убежище смотрим ликвидация а так оно давомастах героическая ликвидация практически рядом но такая чего вы подтвердить пошли на временное убежище так что у нас тут попал попали в меня время кинули что у нас тут убыстрение система работает дрон как сюда где-то застрял судим осталось ну хорошо тут турель более эффективно чем где у нас цель так хочу запустить дрона вот так и надо занять позицию наверху для того чтобы было более комфортно стрелять вот так к собачке нету а вот и наш абра абрахам хилл что агент бих одна граната и тебя нет вот можно и глянуть вот агент бих общение вот где абрент биха смотреть боевичок ну это тоже чем я говорил что вот эти все сборки 600 понимаете одна граната и вздох ну конечно если ты имеешь чит это очень хорошо чит называется режим бога на неуязвимость поэтому сколько у меня читали это почитаю комфортные сборки зачищено все ликвидация завершена так что тут у нас выпало бойня так разбираем ну что ж друзья видите мы приблизились еще на один шаг нашей потерянной агенте келса я не удивлюсь я не удивлюсь что если в конце концов каким-то образом она переверк переметнулась к черным бивням почему а наверное потому что все таки бивни платят денежки побольше чем бюджетная организация вот так быстро и легко проходится второй этап ликвидация агентов ренегатов выполнен при выполнении облавы два моста надеюсь всем понравилось вот и все друзья на сегодня мы закончим наш ролик но поскольку секреты игры дивизион 2 далеко не раскрыты мы встретимся на следующей неделе я обещаю рассказать кое-что не менее интересное следите за объявлениями хотите знать что еще важно подписывайтесь на канал и получайте те знания которые вам помогут комфортно справляться со всеми трудностями дивизион 2 спасибо за внимание а продолжение а продолжение следует а